В сегодняшнем выпуске вы увидите Новый пистолет от компании Hudson USA Riptor Летающий мотоцикл от концерна Калашников Устройство для автоматической быстрой зарядки магазинов Обновленную модель антидроновой винтовки Японский тактический шлем под названием Ronin Новую линейку ножей популярной компании Benchmade и многое другое Американское подразделение компании Hudson представило миру новый пневматический пистолет Для варминтохоты и развлекательной стрельбы под названием Riptor Который отличается оригинальным дизайном и использует распространенный патрон 4,5 мм Это компактный и легкий пистолет, который работает за счет баллона с углекислым газом Отличительной особенностью по сравнению с большинством пневматических пистолетов Является наличие системы Blowback для большего сходства с огнестрельным оружием Пистолет создает минимум шума, но тем не менее является достаточно мощным для охоты на мелких вредителей и птиц Еще одна новинка, которая определенно порадует любителей практической стрельбы Это новое устройство для быстрой и автоматической зарядки пистолетных магазинов AF Loader Данный прибор может заряжать очередной магазин, в то время как вы с удовольствием расходуете патроны в предыдущем Устройство полностью автоматическое Пользователю достаточно установить пустой магазин в нижний слот прибора и нажать пару кнопок Процесс пополнения магазина отображается на миниатюрном дисплее За считанные секунды магазин снова готов к работе Полноценные продажи устройства AF Loader для всех желающих ожидаются в 2018 году Концерн Калашников представил прототип летающего электромотоцикла собственного производства Работает футуристический транспорт по принципу огромного квадрокоптера На его раме установлено сразу 16 электродвигателей, мощности которых достаточно для того, чтобы поднять воздух одного взрослого человека Подобное уже создавалось популярными техноблогерами и изобретателями Однако все их концепты были далеки от запуска в серийное производство В конце презентационного ролика от концерна Калашников летающий мотоцикл показан с 3D-макетом обшивки Которая придает ему более футуристичный и завершенный вид В данный момент есть прототип, который работает и летает В будущем будет обновляться его программное обеспечение и элементы управления Чтобы его полет был плавным, быстрым и комфортным Будем надеяться, что потенциальный транспорт будущего действительно реализует себя в серийном выпуске Японская компания DivTech выпустила тактический шлем с символическим названием Ronin Который внешне похож на популярные страйкбольные маски Однако обладает рядом очевидных преимуществ Основные элементы шлема сделаны из легкого и прочного кевлара Самые толстые панели установлены на свои места при помощи мощных неодимовых магнитов И могут быть оперативно заменены при необходимости Шлем оснащен вентиляционной системой Имеют небольшую планку Пикатинни для установки различных аксессуаров И специальное крепление для установки приборов ночного видения Баллистические испытания показали, что Ronin отлично выдерживает выстрел популярным пистолетным патроном Калибра 40 Smith & Wesson Выстрел не смог пробить броню Однако это еще не говорит о том, что пользователь не получит никаких повреждений после такого попадания Процесс модернизации антидронового оружия также не стоит на месте Компания, в свое время выпустившая инновационное оружие Drone Defender, обновила данное устройство Которое теперь имеет совершенно новый дизайн и возможности Обеспечивающие контроль за несанкционированными дронами Новая модель — это самостоятельное оружие с интегрированной электроникой А не навесное оборудование для платформы классической винтовки Оружие стало более мощным и удобным Увеличилась дальность действия, появился GPS-модуль Несмотря на то, что вес оружия по сравнению с первым образцом значительно увеличился Общая эргономика все-таки шагнула на совершенно новый уровень Данное устройство можно использовать в армии, полиции, частной охране Полезным оно также будет и для гражданских пользователей, которые хотят защитить свою безопасность от беспилотных летательных аппаратов Для настоящих ножеманов также есть приятные новости Компания Benchmade представила новую линейку складных карманных ножей 818 Mini Loco Изначально в серию войдет только две версии С полностью черным износоустойчивым покрытием и с базовой сатиновой обработкой Материал клинка — защищенный от коррозии сталь CPM-S30V Клинок повседневного ножа, имеющий форму обратного танто, извлекается при помощи специальных овальных отверстий под большой палец и фиксируется фирменным замком типа Axis Lock Полная длина раскрытого ножа чуть больше 193 мм Длина самого клинка почти 86 мм Максимальная толщина клинка на обухе — 3,68 мм Вес складного ножа не превышает 127 грамм Новые ножи станут отличным повседневным компаньоном и желанным пополнением коллекции для любого любителя острых игрушек И напоследок мы покажем вам новые облегченные софт-шелл-куртки, которые швейцарская компания Mammut готовит на весну 2018 года Новая коллекция, изначально включающая в себя три модели, рассчитана на использование в полевых условиях Специальный материал, из которого созданы данные куртки, обеспечивает надежную защиту от ветра и высокую паропроницаемость Новые куртки Ultimate 5 будут выпущены как в мужском, так и в женском варианте покроя Основные различия между моделями — это несколько элементов дизайна и плотность внешнего полиэстерового слоя, который обработан специальной водоотталкивающей пропиткой Куртки будут доступны в нескольких вариантах однотонной расцветки с расчетом на различные виды активности и личные предпочтения На этом наш выпуск заканчивается Если ролик был интересным и полезным, обязательно поставь палец вверх, подпишись на канал и нажми на колокольчик Чтобы не пропустить уведомления о новых роликах, в которых вас ждет еще очень много интересного Субтитры создавал DimaTorzok